Добрый вечер, я Максим Путинцев, и на стенде сегодня Виктор Юровицкий, заместитель председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга. Виктор, добрый вечер. Добрый вечер. Говорить будем вот о чем. 21 января, то есть уже на следующей неделе, это ближайший вторник, на официальном портале Екатеринбурга начнется голосование за объекты благоустройства, которые будут благоустраиваться, которые будут ремонтироваться в 2021 году. Давайте для начала разберемся, о каких объектах и о каком количестве идет речь. Значит, на сегодняшний день на голосование вынесено 4 объекта. Это сад Энгельса, летний сад Уралмаш. Давайте сад Энгельса, это у нас где? Это Малышева. Малышева? Малышева-Бажова. А, Малышева-Бажова. Вот сказали, все понятно стало. Сад Энгельса, хорошо. Улица машиностроитель, летний сад Уралмаша. Так. В общем-то, второй дендропарк на Первомайской, ну территориально все представляем. Знаю, да, Первомайская академическая. Да, и, соответственно, набережь реки Ольховки от пешеходного моста вверх до Калмогорова. Это локальный участок набережной. И данные объекты, кто-то может сказать, что они локальны, но тем не менее, они пользуются спросом у именно той части жителей, которая проживает неподалеку от них. Это горожане. И более того, как они попали на это рейтинговое голосование? А, то есть это не просто мэрия взяла, выбрала Бутем вот здесь? Нет, абсолютно не так. На самом деле, в ноябре месяце, с 18 ноября по 13 декабря, проходил отбор предложений. Также на сайте администрации Екатеринбурга, Екатеринбург РФ, проходил отбор предложений для вынесения на рейтинговое голосование. И данные объекты набрали наибольшее количество голосов. То есть при отборе были предложены варианты, которые люди могли проголосовать, и плюс иное. То есть каждый человек, каждое собственное добавляли свои. Были варианты, очень много люди добавляли. Да, не все выиграли, ну это логично, если из 20 объектов, ну вот 4 верхних были отобраны, не бывает 20 победителей. Это не смущало бы, если было 20 победителей. На сегодняшний день по данным объектам разработаны эскизы. Все это будет, соответственно, на портале? Да, в обязательном порядке на портале, на первой странице будет ссылка на голосование, также ссылка на эскизы. Можно ознакомиться с предварительными эскизами, предварительными проработками, выявить, так сказать, свое волеизъявление. Причем не можно, а я бы сказал нужно. Мы сталкиваемся с тем, что часто люди говорят, меня не спросили, мы спрашиваем, спрашиваем всегда. Но чтобы твое мнение узнали, нужно, как в том анекдоте, купить хотя бы лотерейный билет. Хотя бы зайти на сайт Екатеринбург.РФ. Есть мобильная версия, то есть не обязательно, как говорится, все едем по долгу, кто в метро, кто в машине, кто в автобусе. Вот можно 20 секунд потратить на то, чтобы изъявить свою волю. Ну, и в общем-то, и не одному, и всей семье, потому что мнение может быть у каждого разное. Мнение важно каждого горожанина. Исходя из этого мнения, будет выбран приоритетный объект, начало реализации которого будет запланирован на 2021 год. То есть мы сейчас... А кто скажет, почему так долго? Сейчас только 20-й начался, а у нас про 21-й спрашиваете. Логично. Это бюджетный процесс? Да, бюджетный процесс, он, так скажем, урегулирован, и бюджет в 2020 году формируется на 2021. Поэтому до формирования бюджета заблаговременно, и это правильно, мы опрашиваем людей, что хотят люди, и их воля и изъявления найдет отражение в бюджете. Виктор Владимирович, ну, вы-то, наверное, уже знаете, какой из четырех объектов победит. Я знаю, что все четыре будут выставлены. А какой победит, у нас город очень активный. Люди решат. Люди решают, и решение людей... Мы будем рады любому. Каждый из этих объектов, он достоин. Ну, что, давайте сказать, про дендропарк. Если кто не в курсе, дендропарку исполнилось 85 лет. А кто-то скажет, так он так хороший? Дендропарк на Первомайской? Улучшать только портить? Нет, я вас уверяю, это очень серьезные учреждения. Это же не только место отдыха. Там культивируется 300 видов деревьев. Это правда. Да. В дендропарке, на самом деле... Там еще уточки и пруд. Есть искусство, есть водоем. У нас именно спокойный водоем, к которому можно подойти. Он расположен в густозаселенной части города. Дендропарк, ну, на сегодняшний день, честно скажем, руки... Ну, а именно деньги не доходили многие годы. Так, это уже агитация пошла. Я просто говорю о том, что... Или это просто пример? Это один из примеров. Пример о том, что этот объект, он кажется локальным, но тем не менее, мы, проживающие в городе, каждый хоть раз, хоть два, да в нем бывал. Вот нет человека, который скажет, а я не знаю, где. А я ни разу не был. Ну, я надеюсь, что таких людей действительно нет. Хотя я живу там неподалеку, я в дендропарк хожу довольно регулярно. Ну, правда, не зимой, а скорее, когда у нас теплое время года. А, в общем-то, пользоваться, так сказать, благоустройством можно и зимой, и в теплое время года. Он не закрывается. Мы все прекрасно понимаем, что каждому, как интересно, тот тогда и гуляет. Поэтому объект, будем рады любому, и выполним благоустройство любого из объектов, за которым люди отголосуют. Важно отголосовать, важно изъявить свою волю, чтобы не было мнения о том, что меня опять не спросили. Каким образом будет организована, ну, скажем так, прозрачность голосования, чтобы к результатам все-таки было доверие? Вот вы говорите, фаворита нет, мэрия, как сейчас принято говорить, ни за кого топить не будет, ни за один из вариантов. Да, какой победит, такой победит. Но, тем не менее, все-таки хорошо бы, чтобы накруток не было, чтобы все было более-менее объективно. Да, бы не было накруток, голосование осуществляется на Google-форме голосования. То есть, это сторонний ресурс. Взломать площадку для голосования гугловскую, ну, наверное, дорогого стоит. Я надеюсь, что горожане не дойдут до этого, а администрация не располагает ресурсами, чтобы влиять на Google. То есть, это объективность, это не наша внутренняя голосовалка, это именно объективность будет достигнута этим. Мы не повлияем. 21-го числа голосование стартует, как долго оно продлится? Оно продлится 10 дней, 30-го голосование будет завершено, 21-го в 9 утра стартует голосование. 30-го через 10 дней голосование будет завершено, 18.00. Как быстрые итоги подведете? На следующий день буквально? 31-го запланированного заседания общественной комиссии, собственно говоря, в которой участвуют помимо сотрудников администрации и представители маломобильных граждан, представители общественной палаты. Итоги будут подведены, озвучены и закреплены протоколом данной комиссии, о чем будет сообщено, соответственно, также в прессу, в режиме онлайн. Ну хорошо, вы сообщите, мы расскажем, и потом, я думаю, обсудим обязательно и с вами, и с горожанами. Но не могу не спросить, поскольку все-таки вы зампредседателя комитета благоустройства, вы предлагаете, ну фактически, можно сказать, агитируете людей потратить какое-то время, зайти со своего телефона или компьютера на официальный портал Екатеринбурга, проголосовать за один из четырех объектов благоустройства по 21-му году. Но не скомпрометирована ли эта идея тем благоустройством, которое получилось, например, в сквере за оперным? Его ведь тоже ремонтировали по итогам голосования, ну а то, что получилось, как-то, ну вопросы вызывает, мягко говоря. Тех, у кого вызывают вопросы, предлагаю непредвзято зайти и посмотреть. Подождать немножко лета, когда в полной мере раскроется красота дорожек, они сейчас чистятся, надо зайти и спокойно посмотреть. А если есть возможность, ознакомитесь с фотографиями того, что было. Мы, получив то, что есть, было-стало, если это сравнить, ну, извиняюсь, не зря, я уверяю, не зря выполнено благоустройство. И оперный театр у нас один в области, в принципе, и он достоин того, чтобы сквер был благоустроен. Ну, смотрите, по-моему, тут есть два раздражающих фактора. Первое – длительность благоустройства, да, но тут, наверное, это вопрос к подрядчикам в большей степени, нежели к городской администрации. И второе – вот на что все обращают внимание, ну, зачем так много фонарей? Подсветка выполнена двухуровневая. Есть торшерные светильники, есть более низкие светильники. Это решение, решение, в общем-то. Более того, данный эскиз также выставлялся, с ним знакомились во время рейтингового голосования, все светильники уже были. Поэтому сейчас вот опосредованно, опосля говорить о том, что да-да-да, мы не разглядели, а сейчас не читал, но протестую. И вполне верно. Хорошо смотрится, смотрится хорошо и с включенным светом. Надеюсь, что мы сможем начать ценить то, что мы имеем. Потому что, так скажем, деятельное неприятие того, что сделано, не говорит о том, что это плохо. Это говорит о личной позиции человека или группы лиц. Это вы про разбитые флаконы? Я про то, что да, у нас есть, так скажем, лица, которые пытаются навязывать соревнования. Что будет быстрее, я разобью светильник, либо вы его остановите. Да, дважды уже бились, есть правоохранительные органы, надеюсь, занимаются этим. Не надо портить то, что мы имеем. Ну, это однозначно, это бесспорно. Потому что это наше. Даже если тебе не нравится, портить не нужно. Это не администрация, это горожан. Это наше. Мы этим пользуемся, мы жители города. Это сделано для нас и на наши деньги. Это не назло администрации. Хорошо, вернемся к голосованию. Один из четырех объектов победит. И деньги, соответственно, будут выделены в бюджете. Кстати, деньги только муниципальные? Нет. Или привлекаются еще какие-то? В рамках программы по формированию комфортной городской среды софинансирование ведется из бюджетов трех уровней. Это федеральные средства, попадающие в субъект, средства субъекта федерации и городское софинансирование. Поэтому софинансирование будет из всех трех уровней бюджетов. И получается, три объекта, они не будут победителями. Что будет с ними? Они будут ждать своей очереди. Там благоустройство не случится никогда. Нет. Это не игра на выбывание. У нас будет такое же голосование в 2021 году на 2022, в 2022, на 2023. Там эти объекты останутся, и они снова будут фигурированы. Будет также отбор, если жители за них снова проголосуют, они опять выйдут на голосование и имеют шанс победить. То есть это не, так сказать, не конечная точка. Что востребовано жителями, рано или поздно будет благоустроено. Благоустроить мало, важно потом поддерживать это в годном состоянии. С этим как? Объекты закрепляются для содержания за специализированными организациями, либо за администрацией района. Все благоустроенные объекты. У нас нет объектов, которые не содержатся. Мы все объекты подметаем, освещаем, стрижем траву, так сказать, смотрим за деревьями. В городе Екатеринбурге, к счастью, нет такой практики, что мы построили и теперь не знаем, кто это будет содержать. Мы знаем заранее, еще до момента реализации, кто это будет содержать. Конечно, это все есть в планах. В финале еще раз, где искать голосование, куда заходить? Официальный портал Екатеринбург.РФ. На первой странице будет ссылка на рейтинговое голосование. Просим всех поучаствовать. Спасибо вам большое. Я напомню, что на стенде был Виктор Юровицкий, заместитель председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга. До свидания и удачи.